Китовая акула Китовая акула питается планктоном и мелкой рыбой, процеживая воду через свои жабры. Спина акулы украшена шахматным узором из серых и белых пятен, а мощный хвост обеспечивает плавное и грациозное движение. Огромные плавники, словно крылья, помогают ей маневрировать в толще воды. Несмотря на свои размеры, китовая акула – мирное существо. Она не представляет опасности для человека, а наоборот, часто подплывает к дайверам, позволяя им вблизи рассмотреть свою необычайную красоту. Встречайте пидоцеприз прогенетика – крошечное чудо из семейства карповых, обитающие в торфяных болотах Индонезии. Эта рыбка настолько мала, что с легкостью помещается на кончике пальца. Максимальная длина самцов – 9 мм, максимальная длина самок – 10 мм. Минимальная длина половозрелой самки – 7 мм, сравнимо с рисовым зернышком. Внешний вид рыбки – прозрачное тело, сквозь которое видны внутренние органы, крупные глаза, занимающие большую часть головы, небольшие плавники, розовато-коричневый окрас. Особенности этой рыбки – короткий жизненный цикл, всего 4-6 месяцев, откладывает 5-10 яиц, питается планктоном и мелкими беспозвоночными. Необычным образом жизни, приспособленным к суровым условиям болот. Своей стойкостью и волей к жизни, эта рыбка – настоящий символ величия природы, способный творить чудеса даже в самых миниатюрных масштабах. Стремительный силуэт, пронзающий водную гладь, словно лезвие, это парусник, чемпион скорости среди всех рыб. Его обтекаемое тело, украшенное высоким спинным плавником, напоминающим парус, позволяет ему мчаться со скоростью до 100 км в час. Словно торпеда, он рассекает волны, оставляя за собой лишь пенный след. Охотясь на рыбу, парусник использует свой острый клюв, подобный мячу, чтобы пронзить добычу. Его мощные мышцы и упругое тело позволяют ему совершать молниеносные рывки, меняя направление с поразительной ловкостью. Парусник – настоящий атлет подводного мира, он не только быстр, но и вынослив. Эти рыбы могут преодолевать огромные расстояния, мигрируя через океаны. Его тело может достигать 3 метров в длину, а вес – до 100 кг. Парусники обитают в тропических и субтропических водах всех океанов. Эти рыбы являются популярным объектом спортивной рыбалки. Парусник – это не просто рыба, это символ скорости, силы и свободы. В подводном царстве, где царит величие синих глубин, обитает диковинное создание – морской конек. Неторопливый танцор, облаченный в сияющие чешуи, он очаровывает своей неповторимой грацией. Его тело, словно из хрусталя, сочетает в себе изящество рыбы и причудливые формы морского конька. Плавники, подобные нежным крыльям бабочки, трепещут в лазурной колыбели, создавая чарующую картину. Морской конек не стремится к головокружительным скоростям, он скользит по водной глади, словно затерянный в своих грезах. Его движения неторопливы, плавные, наполнены спокойной уверенностью. Искусно маскируясь под водоросли, он сливается с подводным пейзажем, становясь практически незаметным. Эта способность помогает ему не только укрыться от хищников, но и подстерегать ничего не подозревающую добычу. Глаза морского конька – это зеркало его души, независимо друг от друга, они вращаются в разные стороны, позволяя ему видеть все вокруг. Среди бескрайних просторов морей и океанов обитает рыба, чей облик не похож ни на один другой. Это рыба-луна, или рыба-солнце, очаровательное создание, являющееся самой тяжелой костной рыбой в мире. Вместо изящного тела, как у других рыб, луна-рыба обладает сплющенным, дискообразным телом, напоминающим по форме гигантский блин. Она может достигать 3 метров в длину и 3,5 метров в высоту, а ее вес колеблется от 250 килограмм до 3 тонн. Луна-рыба неспешно дрейфует в толще воды, словно лениво шевеля плавниками. Она не обладает особой маневренностью, но ее мощное, уплощенное тело позволяет ей преодолевать большие расстояния. Эти гиганты предпочитают одиночество, редко встречаясь с себе подобными. Питается луна-рыба медузами, планктоном, водорослями и мелкой рыбой. Она может заглатывать огромное количество воды, фильтруя из нее пищу. Иногда она греется на поверхности, подставляя свое плоское тело солнцу. Представьте себе хищное существо, замаскированное под камень. Рыба-камень, также известная как бородовчатка, обладает коричнево-зеленой окраской с пятнышками, имитирующими морское дно. Она неторопливо плавает, используя свои грудные плавники, как ноги, или же ложится на дно, становясь практически невидимой. Не стоит обманываться ее спокойным нравом и невзрачным видом. 13 острых шипов на спинном плавнике рыбы-камня таят в себе смертельный яд. При нажатии на шипы яд впрыскивается в рану, вызывая сильнейшую боль, отек, паралич и, в некоторых случаях, смерть. Рыба-камень предпочитает теплые воды Тихого и Индийского океанов, а также Красного моря. Она обитает на мелководии, прячась среди камней и кораллов. Рыба-камень может прожить до 20 часов без воды. Яд рыбы-камня не теряет своих свойств даже после ее смерти. Эта хищница является одной из самых ядовитых рыб в мире, поэтому встреча с ней может обернуться трагедией. В глубинах морей таится рыба, чей соблазнительный вкус граничит со смертельной опасностью. Фугу, известная также как рыба-игла или рыба-шар, это деликатес, который может стать последним блюдом для гурмана, если его неправильно приготовить. Фугу не обладает внушительными размерами, достигая в длину всего 30-50 см. Тело рыбы покрыто чешуей, а брюшко – белое. Опасность скрывается внутри. Ядовитые железы, расположенные в печени, кишечнике и гонадах, содержат тетродотоксин, смертельный нейротоксин, в 1200 раз более сильный, чем цианит. Приготовление фугу – это не просто кулинария, а искусство, граничащее с риском. Только лицензированные повара, прошедшие многолетнее обучение, имеют право готовить эту рыбу. Они филигранно удаляют ядовитые части, оставляя лишь филе, которое, по словам гурманов, обладает неповторимым вкусом. Неправильно приготовленная рыба может привести к параличу, одышке и мучительной смерти в течение нескольких часов. В лазурных глубинах океана обитает исполин, чья красота завораживает, а цена поражает. Это голубой тунец – рыба, чей царственный статус неоспорим. Его мощное тело, облаченное в сверкающую броню из чешуи, скользит сквозь толщу воды, словно молния. Спина тунца отливает глубоким синим цветом, переходящим в стальной, на боках и серебристой на брюхе. Длинные плавники, словно крылья, рассекают водную гладь, а мощный хвост обеспечивает стремительное движение. Голубой тунец – не просто рыба, это символ силы, скорости и величия. В его глазах читается величие океана, а в движениях – грация и мощь хищника. Но красота этой рыбы не только внешняя. Мясо тунца обладает неповторимым вкусом, тая в себе богатый аромат и нежную текстуру. Именно за него гурманы готовы платить баснословные деньги, делая голубого тунца самой дорогой рыбой в мире. Однако за сияющей красотой скрывается горькая правда, чрезмерный промысел поставил вид на грань исчезновения. Представьте себе рыбу, чей мерцающая чешуя переливается перламутром, словно драгоценный камень в лучах солнца. Рыбу, чей грациозный силуэт напоминает древнего мифического дракона. Рыбу, чей интеллект и игривость очаровывают даже самых искушенных аквариумистов. Это и есть платиновая арована, самая дорогая аквариумная рыбка в мире. Платиновая арована – результат редкой генетической мутации, встречающейся лишь у одного из 100 тысяч особей. Она обладает уникальным окрасом, чешуя отливает перламутром, без единого пятнышка, а плавники будто сотканы из лучей света. Несмотря на свою редкость и красоту, платиновая арована не капризна в содержании. Она прекрасно уживается с другими крупными рыбами, не проявляя агрессии. Из-за своей редкости и красоты платиновая арована является одной из самых дорогих аквариумных рыбок в мире. Цена за особь может достигать 80 тысяч долларов. Эта рыба может достигать 90 сантиметров в длину и жить до 20 лет. В пучине океана, где царит вечный сумрак, обитает сельдяной король, исполинское создание, чей ленточный силуэт скользит среди холодных вод. Эта рыба, известная также как ремень рыба, является самой длинной из ныне живущих костных рыб на земле. Длина сельдяного короля может достигать 11 метров, а вес 272 килограмма. Однако чаще встречаются особи до 3 метров, его тело, напоминающее длинную ленту, сплющено с боков и покрыто мелкой чешуей. Огромный спинной плавник тянется от головы до самого хвоста, словно развивающийся на ветру шлейф. Молодые особи окрашены в яркий серебристый цвет с голубыми бликами. Обитает сельдяной король в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов. Он предпочитает глубины от 100 до 1000 метров, где царит вечный сумрак. Питается сельдяной король мелкой рыбой, кальмарами и планктоном. Его длинное тело и острые зубы делают его искусным охотником. Серебристая тень скользит над лазурной гладью, оставляя за собой мерцающий след. Эта летучая рыба-призрак, чемпион по воздушным пируэтам в подводном царстве. Изящное тело, будто сотканное из лунного света, пронзает водную толщу. Широкие, словно крылья, грудные плавники расправляются, и рыба взмывает ввысь, оторвавшись от объятий моря. Ее полет – это не просто бегство от хищников, это танец, гимн свободе и невесомости. В лучах заходящего солнца чешуя летучей рыбы-призрака переливается всеми цветами радуги, создавая ослепительное зрелище. Она парит над водной гладью, словно птица, скользя по волнам и ныряя обратно в пучину. Размер летучей рыбы – 15-40 см, но некоторые виды достигают 50 см. Дальность полета – до 400 метров, используя потоки воздуха, скорость – до 70 км в час. Обитает в тропических и субтропических водах, питается планктоном, мелкими рыбами и ракообразными. Мандаринка, также известная как рыба-мандарин или оранжевополосая, лирохвостая рыба-бабочка, по праву считается одной из самых красивых рыб в мире. Эта крошечная рыбка, достигающая всего 6 см в длину, обитает в водах Тихого океана, у берегов Японии, Кореи, Рюкью, Тайваня и Филиппин. Окраска мандаринки – это настоящий фейерверк красок. Ярко-оранжевое тело с синими и зелеными полосами, украшенное бирюзовыми пятнышками и плавниками, напоминает драгоценный камень. Необычные усы над глазами и длинные нитевидные плавники придают рыбке еще больше очарования. Мандаринки ведут дневной образ жизни, прячась в коралловых рифах в ночное время. Питаются они мелкими ракообразными, которых ловят своими щупальцами. Они ядовиты, яд мандаринки не смертелен для человека, но может вызвать онемение и жжение. Они гермафродиты, это означает, что они могут менять пол в зависимости от необходимости. Представьте себе маленькую, ярко-оранжевую рыбку с белыми полосами и игривым хохолком. Она плавно скользит среди щупалец жгучей анемоны, словно танцуя завораживающий танец. Это рыба-клоун, известная не только своим красочным видом, но и необычными способностями. Рыба-клоун живет в симбиозе с актиниями, жгучими морскими животными. Анемона обеспечивает ей защиту от хищников, а клоун в ответ очищает ее от остатков пищи и привлекает планктон своими яркими цветами. В зависимости от социальных условий, рыба-клоун может менять полы. Если доминирующая самка погибает, самец, занимающий второе место в иерархии, превращается в самку. Рыба-клоун обладает слизью, которая нейтрализует яд анемоны, позволяя ей безопасно плавать среди щупалец. Самец рыбы-клоуна заботится о потомстве, он охраняет яйца, отложенные самкой, и ухаживает за мальками, пока они не будут готовы постоять за себя. В темных водах Тихого океана обитает хищник, чья скал способен навести ужас даже на самых смелых. Это линкод – рыба, известная не только своей свирепостью, но и рекордным количеством зубов. Представьте себе массивное тело, достигающее полутора метров в длину, облаченное в чешую цвета мокрого асфальта. Огромная голова с массивной пастью, усеянной рядами острых, как иглы, зубов. В пасти линкода их более 500, и каждый день около 20 из них выпадают, заменяясь новыми. Зубы линкода – это не просто инструмент для охоты, это произведение искусства. Изящные, будто сотканные из лунного света, они мерцают в темноте, словно предупреждая о своей смертоносной функции. Линкод – безжалостный охотник, он не брезгует ничем, от мелкой рыбы до крупных ракообразных. Его мощные челюсти легко дробят панцири, а острые зубы впиваются в плоть, не оставляя жертве ни шанса. Линкод – это символ силы и ярости стихии, это воплощение хаоса, царящего в глубинах океана. В африканских водах, где солнце льет свои лучи на лазурную гладь, обитает рыцарь, чей блестящий наряд таит в себе яростный огонь. Это тигровая рыба – гроза водоемов, чья красота неразрывно связана с безжалостной силой. Стройная, как молния, тело облачено в чешую, отливающую серебром с зеленоватым отливом. На спине, словно корона, красуется ряд темных полос, а по бокам – ржаво-бурые пятна, будто шрамы от бесчисленных битв. Мощные плавники, словно весла, рассекают воду, позволяя рыцарю молниеносно атаковать свою добычу. Огромная пасть, украшенная рядами острых, как бритва, зубов, способна разорвать плоть на части. В глазах тигровой рыбы горит неугасимый огонь, отражая ее безжалостную натуру. В танце смерти тигровая рыба кружит вокруг своей жертвы, оставляя за собой кровавый след. Она не щадит ни мальков, ни крупных рыб, ни даже крокодилов. Сила и ярость рыцаря водной стихии не оставляют шансов на спасение. Его тело, украшенное узором из коричневых и оливковых пятен, напоминает удлиненного угря. Длинные плавники, словно руки, помогают ему ловко передвигаться по суше. Но главная особенность протоптера – это его способность обходиться без воды. Когда водоем, где обитает протоптер, пересыхает, он не погибает, а впадает в спячку. Он зарывается в вилл, оставляя лишь небольшое отверстие для дыхания, его тело покрывается плотным коконом, а обмен веществ замедляется. В таком состоянии протоптер может прожить до 4 лет, дожидаясь спасительного дождя. Но как же эта рыба выживает без воды? Секрет протоптера, в его уникальном строении, он обладает не только жабрами, но и примитивными легкими. Это позволяет ему дышать атмосферным воздухом, когда вода недоступна. Когда сезон дождей возвращается, протоптер просыпается, его кокон размягчается, и он снова ныряет в водные просторы. Он с жадностью пьет живительную влагу, восстанавливая силы. Представьте себе рыбу, чей череп словно соткан из хрусталя, вместо лба у нее прозрачная оболочка, сквозь которую видны зеленоватые глаза, словно два изумруда. Это барылея, или бочкоголов, обитатель глубоких вод, чей облик завораживает и очаровывает. Прозрачность черепа – не просто странность, а эволюционная адаптация к жизни в вечной тьме океанских глубин. Глаза барылея расположены не по бокам, как у большинства рыб, а перед мозгом. Это позволяет ей ловить даже самый слабый свет, исходящий сверху, будь то лунный свет или мерцание биолюминесцентных существ. Тело барылея удлиненное, сжатое с боков, чешуя мелкая и нежная. Окраска серовато-бурая, с темными пятнышками на спине, рот небольшой, с острыми зубами. Барылея встречается в субатлантической и бытиальной зонах Мирового океана, на глубине от 600 до 1200 метров. Барылея – хищник, охотится на мелких рыб, ракообразных и других беспозвоночных. В темных глубинах, где не проникают лучи солнца, где царит вечный холод и безмолвие, обитает существо, чей облик разительно отличается от привычных нам рыб. Представьте себе бесформенное, розоватое тело, без чешуи. Огромные, на выкате глаза, будто наполненные вечной грустью, бесформенный нос, напоминающий пятачок, и беззубый рот. На глубине от 600 до 1200 метров, где давление в 120 раз больше, чем на поверхности, рыба-капля приспособилась к своему суровому миру. Неторопливо дрейфуя в толще воды, она не тратит силы на поиски добычи. Открыв беззубый рот, она поджидает, когда мелкая живность сама подплывет достаточно близко, чтобы стать ее трапезой. Жирное, бесформенное тело позволяет ей выдерживать колоссальное давление. Отсутствие плавательного пузыря не мешает ей дрейфовать в потоках воды. А ее печальный взгляд не что иное, как приспособление к темноте. Гренландская полярная акула не просто хищница, бороздящая холодные глубины Арктики. Это настоящий мафусаил, среди рыб, чей возраст может превышать 500 лет, делая ее не только старейшей рыбой, но и одним из самых долгоживущих позвоночных на Земле. Окутанная тайной, гренландская полярная акула обитает в приполярных водах Северного Ледовитого океана, предпочитая глубины от 200 до 1200 метров. Длина этой акулы может достигать 5-6 метров, а вес – до тонны. Ее массивное тело, покрытое серой или коричневой чешуей, напоминает доисторическое чудовище. У гренландской полярной акулы короткая морда, широкая пасть, усеянная острыми зубами, и маленькие глаза, приспособленные к слабому освещению глубин. Гренландская полярная акула – медлительный хищник, охотящийся на рыбу, тюлени, падаль. Ее метаболизм чрезвычайно медленный, что позволяет ей выживать в условиях низких температур и ограниченного питания. Латимерия, известная как рыба целокант, является настоящим чудом эволюции. Это не просто древняя рыба, а живое ископаемое, чей облик практически не изменился за 400 миллионов лет. Впервые латимерия была выловлена в 1938 году у берегов Южной Африки. Это стало сенсацией в научном мире, ведь считалось, что целоканты вымерли 66 миллионов лет назад. Открытие живого представителя этой группы рыб стало настоящим прорывом и дало ученым ценную информацию о ранней эволюции позвоночных. Латимерия достигает до 2 метров в длину и имеет удлиненное, массивное тело, покрытое чешуей. У нее широкая голова, мясистые плавники и длинный хвост. Окраска рыбы варьируется от серо-голубого до коричневого цвета. Латимерия – хищник, питающийся мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными. Она обитает на глубине от 150 до 700 метров, где царит вечный сумрак.